здравствуйте друзья поскольку у нас новый год сегодня вечером тут будет у многих из вас новый год уже наступил или скажем так наступит тот момент когда вы будете смотреть это видео я вам расскажу такую новогоднюю сказку ну сказку в том смысле что сейчас такого нет а по факту это были это то как вот мы жили когда я был в вашем возрасте согласного молодежи здесь семьдесят восьмом году ты сколько про что-то черти что почему давно был делать 7 восьмом году я закончил институт связи в москве и по распределению значит попал это называлось цкб министерство связи ссср центральное конструкторское бюро ну там разрабатывали аппаратуру которую делали на заводах там одно обычное дело и вот там была очень такая теплая душевная обстановка и отдел в котором я работал там было человек на это 50 где-то так примерно половина на половину половина занималась дизайном таким электрическим вот я этим занимался тоже мы дизайнировали аппаратуру связи а разрабатывали а еще был отдел где на часть отдела там их эти устройства значит превращали во что-то такое физически осязаемое то есть они делали коробки разводку кабеля там всякие панели там печатные платы и так далее а мы вот были на электрической части на электронике и вот там была такая фишка вот о которой собственно речь идет все советские праздники которые тогда отмечались то там первое мая там я не знаю что там новый год естественно там день революции там еще наверно наверно что-то было там 8 марта там день красной армии советской армии еще были какие-то праздники официальные и у нас был такой процесс там вообще было много процессов там была касса взаимопомощи там какие-то дружины там какие-то отгулы зарабатывали ставьте много было процессов таких советских но у нас был такой внутренний процесс который заза сладкая касса значит мы все жили в москве но кто-то жил так ближе к центру кто-то жил в самом центре кто-то жил там не поймешь где с точки зрения сиюминутного доступа к благам там системы снабжения да то есть вот там магазины где выбрасывают часто или там постоянно присутствует какой-то дефицитный товар и вот в частности в то время дефицитным товаром были конфеты хорошие дорогие шоколадные конфеты которые стоили тогда и 6 рублей 8 рублей 10 и трюфеля были там по 11 рублей килограмм это были в общем приличные деньги ну и они были очень красивые очень желанные и я уж там наверное сейчас и не вспомню там всех этих брендов там грильяш в шоколаде там мишка на севере или там мишка к салабы было может быть два десятка таких вот конфет которые что называется фиг достанешь даже вот живя в москве там и так далее и вот в течение всего года сотрудники участники сладкой кассы а это было довольно много народу каждый из них знаю уже примерно какие конфеты нужны сладкую кассу там не любые а именно такие что ты редко нарваться надо они покупали они сразу брали килограмма два допустим потом да у нас была одна женщина которая жила на проспекте мира там самом его начале там такое очень интенсивное такое место в смысле торговли и дефицитов почти у самого садового кольца и вот она примерно половину этой сладкой кассы покупала потому что жила в таком месте где часто выбрасывали вот как-то так говорили выбрасывали и значит накапливался такой фонд этих конфет и в тот момент когда был какой-то праздник значит делали распределение такой distribution под этих самых конфет брали такие полиэтиленовые пакетики прозрачные такие нежные они были очень симпатичны так и насквозь все было видно и дальше так вот допустим там сколько там конфета я не знаю там какая но вот мишка да и вот там начинают сколько участников 15 вот берут все мишки начинают раскладывать на 15 кучек кончились мишки потом говорят там грильяш в шоколаде там пожалуйста пошли раскладывать грильяш на 15 кучек там докладывают и вот дальше каждую отдельную кучку значит смахиваю в этот пакет и там получалось так килограмм может быть чуть больше конфет но это смотрелось невероятным таким знаете богатством роскошью такой потому что вот смотришь пакет там целый килограмм там много и он большой и все разные ну так как бы там повторялось но по чуть-чуть там по две-три конфетки морг одного типа и и и понятно что вот это в природе само по себе существовать не может вы не можете нигде вот такой пакет взять и купить вы может быть слушать меня так с улыбкой мол хочу пошел в магазин там по две конфетки набрал а вот не было понимаете не было я сейчас тоже могу мы тут со светланой пошли вчера были в сан-франциско и зашли в русский магазин у нас есть про него сюжет там миша и но на там русский магазин и вот они там коптильню свою на первом этаже у них в смысле в подвале у них это магазин у них там великолепный еще набор всего свежая и мы там на 130 долларов там пол машины загрузили много такого дома даже так недорого все это и там женщина стоит тоже там что-то значит выбирает и я и говорю слушай говорю что ж такое когда мы молодые были их и и было можно все так ничего не было ты понимаешь а сейчас вроде бы уже и и и все есть а уже как бы некуда деть мысли с возрастом ты как бы бог бог более разборчивость становишься в том что ты кушаешь вот такие времена такая сладкая касса и я хочу как бы закончить это тостом таким почти кавказским и я скажу ребята пусть вся ваша жизнь будет сладкой а не только конфеты которые вы кушаете и чтобы нам и детям нашим и внукам нашим и во веки веков аминь а